За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 109 происшествий. Из них 10 преступлений, 5 из которых раскрыто. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные в установление лиц, совершивших преступления. Привечено к ответственности 37 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, в минувшее воскресенье около 14 часов 30 минут водитель автомобиля Hyundai Solaris 1969 года рождения, двигаясь в сторону поселка Искателей, в районе Качгартинского моста допустил выезд автомобиля на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Duster. В результате ДТП пострадала пассажирка Renault 1950 года рождения. Бригады скорой помощи доставлены в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где и оказана медицинская помощь. Движение по мосту было перекрыто, из-за чего образовалась пробка. Инспекторы ДПС постепенно открывали движение и регулировали поток движущего транспорта. В настоящее время по данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, торговлей людьми, с 4 апреля по 11 мая 2017 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие нелегал. Проверено 195 адресов проживания иностранных граждан, выявлено 25 нарушений административного законодательства. Литература экстремистского содержания не выявлена. 9 мая сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу обеспечивали общественный порядок и безопасность во время проведения праздничного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Помимо выполнения своих основных задач, сотрудники полиции приняли участие в торжественном марше, прошедшем на площади Марацей. На обеспечение правопорядка и безопасности граждан было задействовано порядка 76 сотрудников органов внутренних дел, 9 сотрудников отдела Росгвардии по Ненинскому автономному округу, а также 5 работников частных охранных организаций. Нарушение общественного порядка и происшествий не допущено. 5 мая текущего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу в отношении жителей округа 87-го года рождения составлены два административных материала за употребление и хранение наркотического средства, хранение наркотических средств без цели сбыта. Административный материал по данному факту рассмотрен Мировым судом Ненинского автономного округа. И на основании постановления гражданин привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4,5 тысяч рублей, а также возложена обязанность пройти в срок до 5 июня текущего года диагностику на предмет наличия или отсутствия заболеваний наркотическая зависимость. В другом случае, в рамках взаимодействия по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями департамента образования Ненинского округа проведены рейдовые мероприятия в учебных заведениях округа. В октябре прошлого года оперативниками в одном из общежитий образовательного учреждения города Нарьинмара была пресечена преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейскими были задержаны двое несовершеннолетних. В ходе обыска в комнате было изъято около 20 грамм наркотического вещества. В отношении обоих были возбуждены уголовные дела. По результатам рассмотрения по существу уголовного дела Нарьинмарским городским судом в отношении одного из несовершеннолетних вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в местах лишения свободы. 13 мая сотрудниками отделения патрульно-постовой службы управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу в ходе патрулирования территории, на которой располагаются расселенные и признанные аварийными дома города Нарьинмара, при попытке хищения 10 чугунных отопительных радиаторов из расселенного дома по улице Ленина, задержаны двое мужчин 64-го и 74-го годов рождения. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с общественными советами при территориальных органах МВД России проводит конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа», приуроченный к 300-летию российской полиции. Участникам предлагается изготовить тематические подделки, посвященные сотрудникам правопорядка времен Российской империи и до наших дней, используя различные материалы – гипс, пластилин, текстиль, глину, картон. Возраст участников от 6 до 14 лет. Кроме того, продемонстрировать свой талант могут и творческие коллективы. Конкурс проводится в два этапа – отборочный и финальный. Отборочный этап конкурса проводится на территории Ненецкого автономного округа. Работа принимается до 17 мая текущего года. Группа информации общественных связей Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. По адресу город Наринмар, улица Ваучейского, 13, кабинет 208. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 8 818-53-423-63 или по телефону 8 911-670-9124. Пользователи единого портала госуслуг с 1 января текущего года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение государственных услуг. Выгодное нововведение коснется самых востребованных услуг, предоставляемых отделом ГИБДД и отделом по вопросам миграции, получение водительского удостоверения и постановку на учет транспортного средства, восстановление российского паспорта и оформление загранпаспорта. Совершать электронные платежи можно через сайт госуслуг, либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Для получения скидки необходимо 1. Подать заявление на услугу через портал госуслуг. 2. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. Если все условия соблюдены, то вы получаете скидку на госпошлину и платите. Например, не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта. За выдачу национального водительского удостоверения не 2000, а 1400 рублей. А за оформление загранпаспорта не 3500, а 2450 рублей. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя!